Всем привет! У нас со вчерашнего дня лекции читаются таким вот манером сквозь ютубчик. Правда сказать, что некоторые из вас, я думаю, так или иначе смотрят на ютубчики, поэтому для вас, в общем, изменится не так уж и много. Ну, собственно, на этом все. Надо начинать. У нас, в общем, довольно большая тема. Большая тема, которая называется межпроцессные взаимодействия. Она настолько большая, что я потихонечку к ней поготовился и решил, что не буду рассказывать про все, голубым по Европам, а сдержусь только на сигналах. Вот. Значит, у группы сегодня был, у одной из групп сегодня был с утра неудачный семинар, тоже дистанционный, неудачный, потому что я-то рассчитывал подготовиться к этой теме, рассказать все на лекции, а на семинаре сослаться на лекции. Но нет, семинар он оказался раньше лекции. Ну, видимо, мы сочтем его тренировочным, а следующий семинар уже будет нормальный по сигналам, будем программировать там на оси вообще, как белые люди работают. Вот. Значит, что я хотел сказать? А, да. Ну, вот. Значит, сигналы. На самом деле сигналы нам... Ой, давайте мы тут... Давайте мы тут вот... Вот. Ну, как обычно мы куда-нибудь... А, туда же и зайдем. Да, вот. На самом деле сигналы для нас довольно знакомая штука. Да, вот. Мы с ними постоянно имеем дело, когда командуем нашими процессами с клавиатурой. То есть мы нечувствительны на самом деле посылаем им сигналы. Вот тут у меня... Сейчас давайте мы сделаем вот так вот. Вот. Ну, например, мы берем... Запускаем какой-нибудь процесс, ну, не знаю, там... Да? И он висит у нас 100 секунд. И мы хотим взять и этот процесс убить. Вот. Мы берем и говорим... Сейчас, где там у нас... Вот он висит 100 секунд. Мы говорим Ctrl-C. Вот. Что такое Ctrl-C? Ctrl-C на самом деле это... Ой, не так. Вот так. Это на самом деле клавиатурное сочетание, которое обрабатывает терминал. Вот. И вместо того, чтобы посылать процессу просто байтик с кодом 3, потому что Ctrl-C имеет код 3, вместо этого он посылает ему какой-то сигнал. А какой именно, мы сейчас узнаем. Ну, в общем, с точки зрения Shell это называется интерап. На самом деле это не интерап. Вот. Точно так же мы можем убить на самом деле процесс с помощью сочетания Ctrl-Backslash. Да, вот. И... Ну, в общем, да. Примерно так. Значит, помимо сигнала, про которые мы сейчас поговорим, мы не знаем еще одну, на этот раз знаем достаточно хорошо, еще один способ межпроцессного взаимодействия. Это когда процессы передают друг другу данные с помощью канала. Вот. Для нас, как для программистов, канал это такой, ну, извращенный файл. В том смысле, что над ним работают файловые операции. Мы вполне можем просто взять и писать туда стандартными средствами ввода и вывода, читать оттуда, писать туда стандартными средствами ввода, читать оттуда стандартными средствами вывода. Вот. И мы даже вот на практике с канала немножко побаловались. Ну, сейчас я... Сейчас я воспроизведу, что у нас было на практикуме. Вот, значит, тут какие-то программки, это мои заготовки. Вот. Значит, вот давайте создадим канал. Мы это делали на одной из лекций. Да. Вот. Вот как-то так. Да. Вот. Канал такая волшебная штука, что он... Давайте уберем. Канал такая волшебная штука, что он... Его можно открыть два. Один раз на чтение, один раз на запись. И программа, которая читает внизу на запись, ну, допустим, вот такая, будет ждать, пока там появятся какие-то данные. А это та же самая программа, да? Значит, вот. Да. И здесь мы сделаем что-нибудь. Дэй, чан. О! Давайте еще раз. Ага. Понятно. Надо вот так делать. Да? Вот. Вот у нас кат-чан висит, ждет ввода. Вот у нас дэйт-чан. Этот ввод ему переставляет. То есть взаимодействие между вот этим катом и вот этим дэйтом. И это такая синхронная операция. Кто медленнее, тот успевает. А кто быстрее, тот ждет. Так вот, значит, ситуация с синхронизацией, она совершенно определенно так же устроена, как и... В смысле, она симметричная. То есть если, например, мы этот календарь записываем в наш каналчик какие-то данные, но не читаем их оттуда, то на этот раз зависает записывающаяся сторона, потому что она уже все, что нужно туда записала. Мы на практике, на самом деле, посмотрели, что к этому моменту программа кал, календарь, закончила свою работу. Уже никого календаря не осталось. Остался только shell, который никак не может закрыть этот канал, потому что, значит, из него не произошло еще чтение. Ну вот, теперь можем сказать, кат чай, и получить этот самый календарик, и в этот же самый момент у нас каналчик закроется. Вот, межпроцессное взаимодействие с помощью синхронного, последовательного обмена байтовой информацией через специальное устройство. Значит, обращаю ваше внимание, что когда мы делаем любой пайп, то есть вертикальную черту, ну, что-то типа такого, да, вот, мы, собственно, задействуем тот же канал, просто он не именованный. Он, это, у него есть дескриптор, но у него нет имени и в файлосистеме, что вполне, как мы знаем с лекцией про файл дескриптор, вполне возможно, да. Да, уникальным идентификатором файла является iNode, дескриптор файла указывает на этот самый iNode, а наличие файла в файлосистеме, это всего лишь некоторые текстовые записи в каталоге, что вот это конкретное имя, значит, соответствует вот такому iNode. Да, с точки зрения EC, вообще дескриптор-то 0.1.2, мы с вами помним, да, значит, это просто число, по которому файл открыт. Такие дела. Вот, давайте посмотрим, что у нас дальше. А дальше у нас, собственно, сигналы. Собственно, сигналы. Значит, вот мы рассказали про Ctrl-C и так дальше. Что такое сигнал? Сигнал – это такое сообщение, асинхронно доставляемое вашей программе, то есть в тот момент, когда она этого меньше всего ожидает, она может получить сигнал и начать его обрабатывать. Вот, значит, доставка, да, размер этого сообщения 1 байт, то есть фактически сигнал состоит только из собственного типа и больше ничего. Вот, доставка этого сообщения, этого сообщения занимается операционная система, то есть это системный вызов. Такая картина – это довольно хорошая штука, потому что очень сложно запутаться. То есть мы посылаем один байтик, он гарантированно доставляется вашему приложению с некоторыми оговорками, о которых позже. И ваше приложение должно этот байтик отработать, или, если оно его не отработает, то за него его отработает операционная система, что, как правило, приведет к тому, что ваше приложение работу прекратит. Происходит это примерно так. Вот мы запускаем какую-нибудь программу, все тот же слив, ну, допустим, здесь, да, вот, она там как-то работает, мы смотрим, где этот слив. Сейчас. Вот, 870 у него процесс ID, и давайте мы ее просто прибьем. Вот, что мы делаем? Мы запускаем программу Kill, которая передает процессу с PID-ом 870 какой-то сигнал по умолчанию, сигнал, по-моему. Давайте посмотрим. Че, тут нет слов Default? Ну, сигнал, мы это сейчас увидим. Список сигналов, которые мы можем посылать, можно спросить у программы Kill с помощью Kill-L, и тут нас отжидают некоторый не очень приятный сюрприз, который состоит в том, что в разных архитектурах аппаратных, вот это у нас, как вы видите, оба сеанса запущены там на сервере, на нашем MIPSовом, вот, а если я, например, возьму и запущу сеанс на своем компьютере, который не MIPSовый, то Kill-L нам выдаст вот такой ограниченный список сигналов, вот, а вот на MIPS-е Kill-L выдаст нам вот какой список сигналов. Тут даже формат меняется, видите? Если, правда, присмотреться, мы увидим, что вот этот список должен совпадать с началом вот этого списка. Смотрите. Hang-up, interrupt, quit, ill, illegal instruction, trap, abort, ну и так дальше. То есть, фактически, список сигналов вплоть до там какого-то достаточно высокого номера, не помню какого, он стандартный, а вот дальше начинаются всевозможные расширения, потому что, как мы помним, в MIPS, ну, скажем так, и это мое подозрение, да, я не уверен, что я оправ, но в MIPS, если вы помните, есть такая штука, как exception и trap, то есть управление работой программы довольно эффективно работает через вот такого рода, что ли, ну, это не прерывание, да, в строгом смысле, но асинхронное выполнение под программу, да, и, возможно, под это дело как раз все вот эти вот дополнительные сигналы и завезены. Я не знаю, да, это мое предположение. В любом случае список сигналов архитектурно зависим, вот, на разных архитектурах, даже вполне себе стандартизированных козик системы, он слегка разный, но начало всегда одинаково, чтобы было понятно. Значит, что еще? Давайте попробуем написать минимальную программку, минимальную программку, которая, значит, которую мы будем убивать, вот, мы будем ее убивать, убивать мы ее будем. Вот, ну, я, с вашего позволения, не буду ее писать, потому что я ее только что написал, и мне лень, вот, прям только что. Давайте я лучше ее покажу и объясню, значит, вот эта суперпрограмма, она не делает ничего, она только вечно, обратите внимание на формат цикла for, видите, две точки с запятой, это пропущенное условие, это вечный цикл, который вечно увеличивает единичку, и на единичку. Короче говоря, эта программа вечно, спит одну секунду, потом печатает одно число, потом спит одну секунду, потом печатает следующее число, и так до посинения. Давайте мы ее скомпилируем. Вот. И вот она, значит, у нас работает с себя. Работает, выводит, выводит, значит, выводит эти, вот эти самые числые. Так, отсюда надо выйти. Вот. Ну, давайте посмотрим, какой у нее идентификатор. 1013. Давайте ее прибьем. Ага, 1013. Отлично. Мы можем ее прибить другим способом, например, другим сигналом, сказать kill, минус, и дальше либо номер сигнала, ну, допустим, один прос. Да не прос же, а 10, сколько там? 1065. Шмяк. Вот. Этот сигнал, он же, этот тот же, значит, этот сигнал называется hang-up, его изобрели, когда работа на компьютерах происходила исключительно вот так, как у нас с вами, то есть с помощью подключения по терминальной линии, причем можно было позвонить по телефону, значит, это уставляло соединение, терминал работал, а потом, значит, телефонное соединение обрывалось, кто-то клал трубку, ну, то есть совершался hang-up, и под это дело под обрыв терминальной линии, то есть под ситуацию, модем положил трубку, и нам больше некуда звонить, как бы у нас нет терминального доступа до сервера, под эту ситуацию был даже заведен отдельный сигнал. Мы даже можем, например, смотрите, что сделать, мы можем послать этому процессу наш любимый сигнал, наш любимый сигнал SIGMENTATION VIOLATION Почему я говорю наш любимый? Потому что я думаю, что все здесь присутствующие отлаживают программу нахи, конечно же, сталкивались с ситуацией SIGMENTATION VIOLATION Простейшая программа, как видите, на ней удобно тренироваться, как на кошечках, вот это все Так, что-то я хотел про эту программу рассказать Kill, kill, минус сигнал сказал А, suspend, continue еще Вот Значит, ну давайте еще каким-нибудь способом ее убьем Это же как бы только в радость убивать, убивать и убивать, да? Программу я имею в виду Значит, б-б-б-б-б, вот Вот наши сигналы, ну чем? Вот, SIGBUS Причем здесь автобус я не знаю Ну, значит, во-первых, спидофф, скажем, какой у него 11.73 Минус BUS внезапно Вот этот самый 11.73 Ошибка шины А, это не автобус Я понял Значит, шина, ну я знал на самом деле Шина это, в смысле, SIGBUS Это ситуация, когда у нас по шинам данных какая-то фигня произошла Вообще плохая ошибка на самом деле Потому что означает какие-то неполадки с самой операционной системой Ну да ладно Значит, что интереснее Есть два сигнала Вот они Сигнал STOP И сигнал CONT CONTINUE Которые позволяют приостановить процесс, а потом запустить его дальше Смотрите Вот у нас есть процесс Да У него 11.86 Кстати сказать Статус у него какой Давайте посмотрим Статус у него S Он в основном находится в состоянии сна Если очень-очень постараться Можно подловить тот момент, когда этот процесс не спит на таймере На слипе, вернее Работает Но это практически невозможно Там объем кода, который выполняется практически нулевой Поэтому он, видите, в состоянии S Слиппинг А сейчас мы его прибьем 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 сигналом STOP Что при этом происходит Этот процесс не удаляется из таблицы процесса Он просто переходит в состояние T Стоп И в таком состоянии болтается Не участвует в скетлинге, как-то по-русски Планировщики Просто болтается Мы его приостановили После чего мы его можем продолжить Сказав ему Kill-cont Continue И он продолжит работать, как ни в чем не бывало Такие дела Самый страшный сигнал, после которого умирают все Это девятка Он же SIG-kill Как видите, утилита kill А вслед за ней системный вызов kill Вообще говоря Ничего не убивают Просто так вышло, что в результате их работы все умирают На самом деле они никого убивать не хотели Они просто посылают сигнал К какому-то процессу Вот и все Такие вот безобидные утилиты И системный вызов Значит Да Теперь стоит поговорить вот о какой штуке Стоит поговорить о том Что в действительности У нас Когда мы работаем в командной строке Это такая договоренность Это не Догма Но тем не менее Когда мы работаем в командной строке Знаете что? Я еще, наверное, покажу одну вещь такую Вот если мы процесс Сейчас Если мы процесс Остановили То мы можем даже убить А с ним ничего не произойдет Видите? Он есть Я его убил А он есть Почему? Потому что когда процесс Находится в состоянии Т Стоп Он обрабатывает сигналы Совсем То есть этот сигнал Этот И даже, наверное, девятка До него не дойдут Нет А вот девятка до него дошла Вот То есть Обычные сигналы Которые процесс Может обработать Когда он находится В стопе состояния До него не доходят Они пендятся Точно так же Как прерывания Помните? У нас есть маска прерываний Пока процесс Пребывал в состоянии Запрета прерывания Эти прерывания накопились Вот сигнал Абсолютно такая же фишка Но Есть Страшный Ужасный сигнал Девять Он же секвит По-моему Да? Давайте посмотрим Минус 20 Вот Девятый Да, сиккил Сиккил Убить-убить Убить с помощью убийства Который Обрабатывать процесс Не может Такой сигнал Всегда обрабатывается Системой И По девятке Ваш процесс Всегда умрет За одним исключением Если он в данный момент Не выполнял Какой-то системный вызов То есть Поток волнения Его находился Внутри ядра И этот системный вызов Там внутри ядра Залип Ну, например Читал битую дискету Что-нибудь такое В этом случае Даже девятка Не сможет снять процесс Во всех остальных случаях Получение сигнала девятки Вот видите Он даже смог Убить процесс Который мы застопили Хотя Сигент Его убить не смог И все остальные Сигналы Не смогли Убить Вот Значит Так вот Возвращаясь Возвращаясь К командной строке Смотрите Мы с вами помним Что Наверное помним Если не помним То будем вспоминать Что Помимо Так называемого Интерактивного процесса Который запускается Который запускается Из командной строки И Окончание которого Шел дожидается Вот пока процесс Прост не закончится Мы подсказку Шел не получим Помимо интерактивного процесса Мы можем запустить еще И он бывает только один Мы не можем запустить Два одновременно Интерактивных процесса На терминале Можно запустить На другом терминале А на одном и том же Не можем Он только один Но вот помимо него Можно запустить еще Любое количество Фоновых процессов Который В случае шела Такой запуск Выглядит вот так Обратите внимание Что у нас теперь Два процесса Выводят на один И тот же терминал Это шел Который в данный момент Является Экторативным процессом И еще Вот этот Прост запущенный В бэкграунде Он зараза Запущен в бэкграунде Но выводит На тот же терминал Если мы запустим Еще один Такой же Они начнут Сейчас состязаться Один другой Один другой То есть Интеративных процессов Можно запустить Только один А фоновых Можно запустить Сколько угодно И все они Гадят на экран Видите Вот Обратите внимание На то Что есть Утилита Keywall В большинстве Нормальных Unix-систем Она Убивает Процесс по имени То есть Она делает Пидов Как я это сделал Да Ну давайте Мы еще раз Запустим Вот смотрите Вот у нас Три Состязающихся Процесса Вот Если мы Скажем Сейчас Пидов И имя Программы То нам Покажутся Три Этих Самых Process ID Вот Ну и программа Keywall Она делает Вот примерно Это же Смотрит На Какие программы С таким именем Запущены И все И всем Переписылает Сигнал Вот А в старых версиях Unix-подобных систем Например Sanos Компания Sanmicrosystems Команда Keywall Убивала Все процессы Сразу Все Вот Это было Очень неудобно Когда С нормальных Unix-ах Я переходил Ну я администрировал Значит Солярку И вот Ну Солярис Операционную систему И там конечно Первый мой Keywall Привел К Основной систем Вот Ну неважно Вот есть такая удобная Утилита Keywall Которой Можно указать Имя А не Значит А не Идентификатор процесса Ну вот С другой стороны Смотрите Когда я запускаю Процесс в фоне Добрый шел Нам сразу Говорит ПИГ Видите Да Вот они Эти ПИГы Так что Запущенный в фоне Процесс Мы всегда знаем Какой у него Просто С ID Чтобы Немедленно Убить Там В соседнем терминале Такие дела Значит Вы можете С клавиатуры Послать процессу Сигнал Сиг 100 И Сиг кон Делается это Примерно так Вот мы Говорим Прос Да Прос же А ну да Вот И Тому Единственному Интерактивному Процессу Который Привязан К вашему терминалу По вводу И по выводу Про ввод Я сейчас расскажу Вы как раз Посылаете С помощью Ctrl Z Посылаете Сигнал Сиг 100 Обратите внимание Вот эта вот Диагностика Остановлена Она ровно Такая же Как Соответственно Вы можете Теперь Послать этому же Сигналу Сиг Конт Сказать Где он А можете Воспользоваться Командой Shell Которая Называется Forground FG После чего Вся эта Катавайси Продолжится То есть Для того Чтобы Приостановить Выполняющий Сейчас В интерактиве Процесс Надо нажать Ctrl Z И это Всего лишь Это всего лишь Сейчас найдем Вот она Это всего лишь Такие назначения Это можно поменять Но лучше не менять Конечно Такие назначения Для посылки Нужного сигнала Вот А для того Чтобы Продолжить Его Выполнение Нажать FG Что наводит Нас на мысль Что наверное Можно перевести Процесс Из Foreground В background С помощью Этих хитрых Конструкций Это сделать Можно Если ему Сказать Не FG А BG Background То он Внезапно Переходит В Состояние Как если бы Мы запустили С имперсантом Вот Ну теперь Надо его Все-таки Прибить Вот Умер 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 Значит Последнее Что стоит сказать На эту тему Такое Лирическое Отступление Что Вот эта Последняя Операция Переведение Переведение Процесса В background Это Такое В общем Не слишком Простая Команда Это не просто Послать Процессу Сигнал Потому что Смотрите Чем отличается Foreground Процесс От background Foreground Foreground Процесс Всегда Имеет Право Читать И писать На тот Терминал На котором Запущен А background Только писать Если Foreground Процесс Начинает Читать Терминал Ну допустим Вот смотрите Значит Давайте мы Напишем Программу На этот раз На шелле Чтобы Было Понятно Значит Вернее так Это просто Проще Чем на си Vim Сейчас скажу M M Впроц Программа Будет Супер Простая Она будет Ждать Три секунды А потом Вводить Ну еще Вводить Со стандартного Вывода Переменную Только Эхо Эхо В следующем Модуле Мы с вами Будем Заниматься Подобными Вещами Или по крайней мере Чуть Возим Мы должны Как минимум Одну лекцию Посвятить Вот Вот скрипт На шеле Который Сначала Ждет Три секунды Потом Читает Со стандартного Ввода Переменную А потом Ее вывозит Работает Это примерно Так Чуть 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 Погодите Погодите А почему Он не хочет Тап Мне дать Ну хорошо Ладно Вот Вот он Три секунды Ждет Подождал Три секунды Надо подсказку Еще туда добавить Извините Надо еще Сказать Вот так Вот Эхо Минус 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 Это означает Не переводить Строку Вот он Три секунды Ждет Потом Говорит Минус 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 Управление Процессами Бэкграундами Происходит Таким Образом Что если они Что-то вводят Со стандартного Вода Фоновые Процессы То их Немедленно Останавливают Вот Для того Чтобы продолжить Работу Этого Процесса Ему нужно Организовать Настоящий Ввод А не Его отсутствие Фоновые Процессы Не вводят Ниоткуда Если бы Этот процесс Вводил Не из терминала А из файла Все было бы Хорошо Его можно было бы Запускать в фоне И никто бы не пострадал Но он пытается Вводить с терминала А фоновым процессом Это делать нельзя Мы можем сделать что? Мы можем сказать ФГ И этот процесс Внезапно Переходит обратно В интерактив И дальше Продолжит работать Такие дела Вот Значит То есть Вот эта вот штука Процесс Который мы запускаем В фоне Если вдруг Мы Если вдруг Этот процесс Захочет вводить С терминала Если мы ему Не обеспечили Открытый Стандартный Ввод Отличный терминал Потому что фоновый процесс Терминал не выводит То его просто Приостанавливает Шел И дальше запускает Вот Из чего следует Что работа С фоновыми И не фоновыми Процессами Это просто такая договоренность Да Потому что Форк и кзеку Они совершенно одинаково Просто для фоновых процессов Закрывается Стандартный ввод И Они получают Сикстоп Как только Они пытаются Оттуда читать Такие дела Вот Что-то я хотел На эту тему сказать Чтобы закончить Это в планах нету Но я наверное расскажу В разных шеллах По-разному Но более-менее Похожим образом Такими процессами Которые запущены Вами В фоне Прямо Из командной строки Можно управлять Не пользуясь Понятием Идентификатор Процесса Обратите внимание Что когда я его Запускаю Этот процесс В бэкграунде Он в квадратных Скобочках Рисует Как бы Номер задания Этот номер Порядковый Вот смотрите Запускаю я Процесс Процесс Он говорит Это первое задание Запущенное вами в фоне А это второе А это третье Вот их три И даже Не входя В какой-то соседний экранчик Я могу сказать Ну Я сейчас скажу Я сейчас Вот здесь напишу Нет Сейчас Давайте мы Давайте мы поменяем Секунду на пять секунд Вот я улучшил Улучшил код этой программы Теперь можно ей передавать В качестве Входного параметра Количество секунд На которое она задерживается Вот Вот Я запустил три задания Они раз пять секунд Будут мне спамить чего-то Вот видите Захотели Но Я просто Для того это сделал Чтобы успеть Успеть Значит Ввести команду Я могу сказать Jobs Jobs Со стильным Jobs Это не имеет ничего общего Покойным Это Значит Jobs Вот она команда Давайте я еще раз повторю Чтобы было видно Ой Да что ж такое Вот Вот теперь видно Я успел Да Значит Который покажет Сколько у нас Из конкретного шелла На конкретном терминале Запущено задание К каждому из этих заданий Можно Обращаться Ставя Вместо Process ID Его номер То есть Сказать ему что-то Типа Kill Проценты Два Да Вот Теперь у нас осталось Только задание Номер 3 Видите Сейчас Скажу Kill Проценты 3 И она тоже умрет Вот Просто если вам часто Приходится В шелле Всякие такие штуки делать Вот Такое управление Заданиями Несколько удобнее Чем каждый раз Куда-то ходить Чтобы узнать Какой там Process ID Был у этого Процесса Обратите внимание Что процент 3 Вообще говоря Заменяется На На Пид Соответствующего процесса Шеллом Потому что Утилита Kill разумеется Ничего про проценты Не знает Это шелл должен Посмотреть у себя В таблице Посмотреть Какие на самом деле Процессы Сейчас привязаны К данному терминалу В фоне И на основании этого Сделать Что такое процент Такие дела Вот Это так сказать Сверхпрограмма Которая она сегодня Запланировала В этом месте Естественно Ну что Примерно так Все это работает Дальше Я пораспространяться Относительно Шелла Не буду Хотя В общем На шелле Достаточно Круто пишется Программа Работающая С процессами Там есть Обработчик Простой Сигналов И все такое Вот Но мы все-таки С вами занимаемся Системным программированием ИСИ И поэтому Наверное Стоит Написать программу На СИ Для начала Прямо напишем Программу Которая Кил Вот Давайте Нажимаем Кил Там буквально Буквально Нам нужно Системный вызов Кил вызвать Нет Не этот Вот этот Нам нужен Только Сигнал Точка Аш Отлично Значит Сигнал Точка Аш Кил Че там А то А то Той Той Аргв Первая Это значит У нас Будет Первый Параметр А то И Аргв Второе Это у нас Будет Второй Параметр Сейчас мы Посмотрим Что это За параметр У Системного Вызова Кил Процесс и сигнал. Очень хорошо. Мне кажется, вот эта суперпрограмма без всего покажет нам покажет нам ну, будет работать. Ну, давайте попробуем. Значит, шмяк. А, ему не нравится АТОИ, потому что АТОИ у нас в СТДЛИБе в каком-нибудь лежит. Да. Смотрите. Вот мы запускаем наш где там у нас? Прос 5, да? Вот у нас есть один медленно. О, кстати, что я сделал? Просто процентики. Забыл рассказать. Вы можете любой из бэкграундовых процессов, если ваш шелл поддерживает управление заданиями вот в таком стиле, любой из бэкграундовых процессов привести в форграунд одной командой вот ровно такой, да? Значит, смотрите. Опять же, раз пошла такая пьянка. Процент 2. У меня процесс, запущенный с номером 2, с заданием номер 2, пришло в форграунд. Теперь я могу его остановить с помощью ctrl-c. Это проще, чем писать вот так вот написать процентики и ctrl-c проще, чем писать kill, там, что-нибудь. Вот это все. Так. Это так к слову пришлось. Вот мы запустили в бэкграунде процесс. У него PID 1616. Давайте мы воспользуемся нашей утилитой kill, чтобы его убить. С помощью сигнала номер 2. Та-дам! Мы его с помощью сигнала и вы убили вас. Чуть более хитрая штука. Давайте попробуем обработать возвращаемое значение этого килла, потому что он же возвращает... Давайте смотрим сразу, как подавляющее большинство сиши функций он возвращает статус ошибки. Ну, точнее, не так. Это тоже довольно частая ситуация. Kill возвращает ноль, если все хорошо и просто минус единицу, если что-то произошло. При этом специальное системное переменное ерно, которое в недрах исполняющей системы сил устанавливается в номер ошибки, и вы можете сходить к этому ерно, а можете просто вызвать волшебный перер, прекрасный if то есть если у нас внезапно получилось, что это не единица, в смысле не ноль, тогда мы говорим перер перер это давайте посмотрим по нему man, это просто штука, которая сама входит к ерну, вот, и выводит сообщение, вы ему выводите вот эту строчку, а она вам выводит эту строчку и плюс название ошибки, которое, собственно, произошло. Перер скомпилируем эту штуку и попробуем убить, например, несуществующий процесс. сигналом 2. Даже двоеточие не надо было там писать, видите, это двоеточие оно само вписывает, но сообщ кроссис. Или попробуем убить процесс, который принадлежит не нам, а root. Вот, например, 3064. что, кстати, наводит нас на мысль, что в действительности право передавать сигнал какому-то процессу в Linux-системе строго ограничено. Оно ограничено, на самом деле, хозяином. Вы можете передавать сигнал только своим процессам. возможно, есть какая-то лазейка скажем, рутовому процессу сделать так, что он какие-то сигналы от вас будет принимать, но по умолчанию все ровно так устроено. Вы можете передавать сигнал только своим процессам. Вот, root, разумеется, может передавать сигналы всем. Поэтому команда killow, старого образца несовременного, который удаляет все процессы, запущенные от root, она превращает систему в тупо. Вот, потому что убивает все процессы одновременно. Такие дела. Значит, ну вот, да, программа из четырех строк, а прям уже практически мы можем убить процесс. Обратите внимание на вот эту ошибку сегментирования. Разумеется, программа на C никогда не выглядит так коротко, как в наших примерах, потому что мы чего не обработали, мы не обработали ситуацию, что у нас параметров командной строки не два, а, скажем, ноль, ну, в смысле, да, ноль, вот, про которые надо было посмотреть, выдаст сообщение, ну, и так дальше. программы на C в действительности довольно большие, именно потому, что нужно проверять, скажем так, системные программы в действительности довольно большие, именно потому, что нужно проверять результат успешной или неуспешной работы каждого из компонентов, которые вы вызывали. Так. Это мы написали вот это. Да. теперь давайте напишем обработчик сигналов. Обработчик сигналов это функция, которая внезапно будет вызвана асинхронно в тот момент, когда вашему процессу придет сигнал. И если вы этот обработчик зарегистрировали, вместо того, чтобы ваш процесс убедить со словами «А ему пришел такой сигнал, а он ничего не сделал», операционная система передаст обработку этого сигнала вашему обработчику, ну и все будет хорошо. Давайте попробуем. сиг обработчик хандер. Вот. Значит, для начала сигнал. Для начала почитаем документацию по функции сигнал. Вот как выглядит функция сигнал. Вы ее вызываете, вы передаете помните, что это означает? это означает, что вот эта штука это указатель на функцию указатель на функцию типа, который возвращает тип void. Указатель на функцию тип void, у которой один параметр int. Именно так. То есть, когда вы вызываете сигнал, вы передаете ему указатель на функцию, который будет обрабатывать ваш пришедший сигнал, номер сигнала, ну, собственно, все, номер сигнала и указатель на функцию. Вот. А, нет, это typedef, я соврал. Ну, в общем, тем не менее, это так. Что это значит? Это значит, что функция наша должна быть типа void, у депротивной. Обработчик должен быть типа void, void handler int sgm, допустим, это слово int, если кто не понял, сигнал, давайте он просто напечатает print, словили сигнал вот такой-то. Это было слово sgm. Вот. И здесь мы должны зарегистрировать наш, зарегистрировать наш, значит, что там у нас, я забыл, сначала номер сигнала, а потом а потом handler. А номер сигнала можно откуда брать? А, прямо оттуда и брать, он в сигнал h лежит. Очень хорошо. Значит, во-первых, еще сигнал h надо включить. Вот. И прямо говорим, значит, наш ненавистный int, ну, или, наоборот, любимый, sgint handler. Я не помню, так это или не так, давайте посмотрим. Да, все так. Вот. Ой, извините. Значит, sgint hudler. Вот. Ну, еще какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь странненький сигнал. sgint мы отработать не сможем. sg-sg, вот, например. вас значит здесь и здесь напишем что-то типа такую же фигню как в программе вот такую же собственно фигню вот такую же фигню мы напишем пускай себе пускай себе работа так ну чё смотрим так что там а то и а то и у нас не а то и слип у нас не слип очень хорошо давайте давайте мы его вернем значит чтобы работала а то и слип нужны у нас т.д. и ст.д. лип уйди отсюда так вот другое дело значит что мы сделали мы сделали программу давайте еще раз покажу мы сделали программу которая по идее и должна уметь обрабатывать должна уметь обрабатывать два сигнала сигинт и сексер печатать бессмысленное сообщение давайте попробуем проделать вот сигинт мы можем ей послать прямо с клавиатуры нажав ctrl значит обратите внимание что обратите внимание на очень интересную вещь каждый раз когда нажимаю ctrl c происходит обработка сигнала и программа вылезает из спячки то есть вот этот вот принт сейчас происходит раз в секунду потому что мы так написали а если я нажму много раз ctrl c она пишет я поймал сигнал номер два и немедленно попадает вываливается из сыпа и немедленно попадает на этот принт видите вот то есть прием к сигнала обработка сигнала прерывает спанье на ресурсе что собственно разумно потому что мы собственно можем спать на ресурсе пока что-то не произойдет применять сигнал и дальше дальше обрабатывать и таким образом можно писать всякую интересную интерактивщину у нас программа спит на таймере но по прихождении сигнала она внезапно его обрабатывает и даже начинает что-то там делать или если видят что ей делать нечего снова начинает спать на таймере такие дела Ну хорошо, давайте попробуем ее убить Каким-нибудь другим сигналом Сигсерф ей послать Кстати, какой это был номер Мы не знаем какой, но мы сейчас узнаем Pidof Сигхандлер 1, 8, 9, 9 Там тем временем она старается Давайте ему скажем Kill-seg в эту штуку Она скажет Окей, но я уже Ваш 11 сигнал я словила Надо было тут еще пробельчик поставить Ну ладно Слушайте, ну убьем ее, ну не знаю Hang-up Все, с hang-up она не обрабатывает Такие вот дела Значит Вот как выглядит программа В лекциях такая же Смотрите Мы зарегистрировали два обработчика Мы запустили вечный цикл В этом вечном цикле происходит Спаньон ресурсе в течение Сколько-то секунд Но как только Обработка сигнала Становится необходимым То есть один из зарегистрированных Нами обработчиков Нуждаются в запуске Программа от спанья своего Отвлекается А синхронно обрабатывает сигнал То есть вызывает эту процедуру А потом немедленно попадает Вот в эту строчку Как мы видели Быстрое нажатие Ctrl-C Внезапно привело к тому Что она быстро-быстро увеличила эту чиклуку Такие дела И это значит Хандлер сигнала То есть как Значит Сигнал словить Вот Так Что у нас еще в плане На самом деле В планах мы практически Практически Приблизились к концу Того что я запланировал Как-то по-быстрому получилось Ну ладно Что-нибудь еще расскажу Не страшно Вот Значит Да Такие вещи Довольно удобно Использовать При Ситуации Когда ваш процесс Порождает Дочерний процесс В этом деле Значит Впереди всех Конечно Авторы всяких Shell Потому что Shell это и есть Программа По порождению Дочерних процессов Манипуляции с ними Вот Но в принципе Это довольно Такое Частая ситуация Когда вы пишете Зистемную программу Вам нужно Пройдить процесс Поуправлять Посмотреть Как он закончился Вот это все Вот Значит Чтобы пройдить процесс Мы помним Нужен форк Давайте попробуем Давайте попробуем Написать Это Что-то такое Типа Форк Ну Ив Ив Давайте так Сразу Если уж На т пошло То Пид Т И Напоминаю Что Значит Все эти Пид Т Файл Т И прочие 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 Подчеркивание Т Это всего лишь Такие Алиасы Для какого-нибудь Интеджера Большого Или маленького Знакового Или беззнакового Но поскольку Они слегка Архитектурно зависимы Как вообще Из X Из X У нас Слегка Архитектурно зависим Вот То Они в разных Архитектурах Можут иметь Разную длину У битов Разной знаковости И так дальше И для того Чтобы не Возникало Сообщений Предупреждений Введены Вот эти типы Пид Это на самом деле Unsigned Инт По-моему Дальше Мы что пишем Мы пишем Пид Равняется Wait Равняется Wait Равняется Wait Нет Не Wait For Вжимах Зачем я тогда Написал Вжимах Можно же так было написать Давайте вспомним For У нас возвращает Ноль Процессу Родительскому И Child ID Процессу Дочернему То есть У нас сейчас Мы сфинишировали С процессом Родительским Это родительский Процесс Вот А else Соответственно Дочерний Процесс И здесь Мы сделаем Ту же самую Ерунду Которая у нас Была в прозу Вот Ту же самую Ерунду Даже вот тут Можно Скобочку Не открывать Так Значит Тогда Inf E Вот А вот В случае В случае Fork Мы должны Его Пождать Wait Wait Значит Давайте сначала Напишем Что-нибудь Print Почему я чал Но все Он большим Двухом Я не знаю Вот Wait Давайте Почитаем К нему Документацию Что делает Wait Wait Вы можете указать Вот он Wait Вы можете Передать No Тогда он Не сделает Ничего Или Вы ему Должны Передать Адрес Integer Переменной В которой Он запишет Статус С которым Финишировал Наш чай Ну вот Нам надо Так и Сделать Значит Тогда У нас Будет Еще Статус Вот Здесь Напишем Stat Stat Что он Возвращает Ampercent Что он Интересно Возвращает Нам Wait Да Не Этот Return Value OnSuccess Возвращает Process ID А OnError Возвращает Минус Единицу Наверное Мы про Error Не будем Говорить Да Не будем Говорить Мы будем Говорить Что у нас Процесс Так или Иначе Возвратился Хорошо Теперь Напишем If Ага Значит Обратите Внимание Вот на Что Для того Чтобы мы С вами Не путались Какие Битики Битики В статусе Завершения Процесса Чего означают Вместо этого Нам для того Чтобы мы Руками это не разбирали Мы не будем Это разбирать руками Определено Несколько Макросов Вот они Да Поскольку В этом В статусе Хрен знает Что приезжает То есть Несколько Макросов Которые Анализируют Результат Этого Хрен знает Чего Вот И позволяют Нам Проверять Что собственно С нашим Чайлдом Приключилось Да Вот здесь Например If Exited То есть Ситуация Когда Наш Наш Потомок Не просто Остановился А остановился С Как бы Вызвав 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 Системный Системный Вызов Exited То есть Реально Закончился А не Допустим Убит Сигналом Вот Обратная Обратная Ситуация И в сигнале И в сигнале Это означает Что наш Потомок Был убит Сигналом А вовсе Не вышел С помощью Exited Вот Вот давайте Проверим Что он И в сигнале Так Уйди отсюда If Вы в сигнале Что мы проверяем Мы проверяем Вот этот самый Стат ВАЗ Который В котором Лежит Просто Состояние С которым Завершился Первый Попавшийся Дочерний Процесс Мы помним Что Вейт Дожидается Финиширования Любого Из дочерних Процессов Неважно Какого Ну вот Мы проверяем Что процесс Умер по сигналу Этот самый Дочерний А давайте Тогда Здесь еще Напишем Напишем Какой Пид У этого Чайлда Чтобы мы Его могли Убить С той стороны Теперь я Подбежу В споргалку Потому что Я наизусть Не помню По сигнал И Вытерм Сигнал Значит Смотрите Так же Как у нас Есть ПЕРР Это не здесь Это вот здесь Так же Как у нас Есть ПЕРР У нас Есть функция ПСигнал Которая 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 Надо передать Во-первых Сигнал Который Произошел А во-вторых Вот этот Самый Сообщение И она Нам расскажет Что это за сигнал То есть она Превратит номер В строчку И выведет Правильное сообщение Вот Ну вот мы сейчас Так и сделаем Значит Номер сигнала А номер сигнала Кстати Это тоже макрос Потому что И вы помните Я говорил Там битовое поле Там не только номер сигнала Но еще какие-то Другие биты статуса А номер сигнала У нас Вот он по-моему Втерм Сиг Да Номер Овэссайнал Даткос 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 Очень хорошо Значит Значит Вот это Номер сигнала Который Вычленяется Из статуса Ну и сообщение Ну да А он сам узнает Вот Сейчас Давайте посмотрим Что еще можно Из него извлечь Из этого вейта Мы уже Да блин Мы уже Значит Посмотрели Ну и фикситит Это понятно И да-да-да-да О, вейти статус Давайте-давайте И выведем И выведем В экзистатус Да Так Тут Должен быть перевод строки Мне кажется Тут Должен быть перевод строки Ну вот Примерно такое Я хотел сделать Так Примерно такое Я хотел сделать Это в случае Если форм Подождали Словили А здесь Мы просто Тупо Пишем Раз В сколько-то секунд Все это ерунда Хорошо Давайте попробуем А, ну что А то и как обычно П-сигнал Как обычно Да Короче Я не включил сюда ничего Ну я молодец Конечно Что мне сказать Во-первых Unistudest Delip Во-вторых Ой Да Во-первых Unistudest Delip Во-вторых Сигнал H Да Че-че-че Он не знает Функции Wait А Потому что Immunosis Wait Ну хорошо Что-то Мне кажется Что-то Просто Wait Сис Wait Необязательно Да Потому что Сис Это все-таки Какое-то Какое-то Ядро-ядро Нам достаточно Такого Во Все хорошо Давайте еще Проверим Значит Смотрите Это такое сообщение Из серии Не дурак Левы Хотя может быть Оно и не самое Оскорбительное В жизни Он говорит Слушайте У вас тут Написано Pit Равно Fork Это Равно Или Присваивание Ну вообще-то Это присваивание Но мол Лишь что Вот Может быть Ваше скобочки Хотели поставить Вас Ну короче Давайте с ним Согласимся Поставить сюда Еще одни скобочки Чтобы Явно сказать Что это Не сравнение Да А присваивание Хотя С точки зрения Синтекса Это абсолютно Эквалентная Конструкция Это просто Такая договоренность Что если вы Проверяете На true или false Результат Какого-то выражения Принято Забирать его В скобочки Просто для того Чтобы показать Что вы не дурак И вы знаете Что надо было Забирать Что вы проверяете На true или false Ну хорошо Давайте сделаем Еще раз CC Минус Волк Цханд Минус Отцханд Вот Значит Что при этом Происходит Да блин Вот Что при этом Происходит Значит Давайте еще раз Посмотрим На эту программку Значит Она форкается Если Это Parent То он будет Дожидаться О конца Чайл Да Вот В предположении Что его убьют сигналом Или не убьют сигналом Если это чайл То он начинает Вот этот тупой Вывод Единичек Нам На экран Ну вот В такой форме Оно все И продолжается Да Давайте запускать Ну допустим Раз в секунду Следующий Нет Раз в секунду Медленно Три секунды Вот чайлд Имеет Происходит 2390 Давайте его Тупо Убьем Ага Значит Родительский процесс Дождался Завершения Процесса Этого самого Дечернего Словил Каким он сигналом Он убит И Остановился Кстати А Мы сейчас это сделаем Как раз у нас есть 10 минут На то чтобы Усложнить ситуацию И в чайлд Засунуть Хандлер Это будет круто Мне кажется Значит Ну давайте еще раз Его запустим Не здесь Вот здесь Теперь он 23999 Да 23999 Ну что Давайте мы Постелем Какой-нибудь Не знаю Там Хаб Все хорошо Что еще Ну в общем Все понятно Значит Если мы послали Чайлу сигнал Стоп Как видите Ну только не 2399 А 2401 Если мы послали Чайлу сигнал Стоп Как видите Понятное дело Что Обработчик Не так Что Родительский процесс Не дождался Конца этого сигнала Конца работы Дочернего Потому что Дочерний в данный момент Находит в состоянии Стоп Вот И вся эта конструкция Висит Родительский процесс Висит В эти Значит Дочерний процесс Застоплен В общем Ему надо сказать Конт И вот оно Продолжает свою работу Вот Давайте попробуем Еще убить Убить кивом А нет Вот смотрите Все хорошо Даже когда мы Убиваем девяткой Наш процесс Этот самый Дочерний Он хорошо убивается Годно убивается Родительский процесс Ловит Результат его работы Ну и собственно Вот в смысле Результат Да Вот Давайте мы В оставшееся время Модифицируем Эту программу Таким образом Чтобы Нет Чайл Да Вот Вот Это Модифицируем Программу Таким образом Чтобы Мы могли Как-то Скомандовать Нашему Чайлду Выйти А не упасть По сигналу Как мы можем Это сделать Например Мы можем Зарегистрировать В чайлде В Дочернем процессе Обработчик Сигнала При получении Которого Ну скажем Три раза Он выйдет Давайте попробуем Я Не готов Ручаться За У нас Начали мы в 40 Значит Заканчиваем мы Ровно в 3 Очень хорошо Ну что Воет Воет Ханглер Забыл Давайте мы Прямо Скопируем отсюда Чего там Бояться То Вот Только Мы хотим Сделать так Вот Static Int C Counter Равно Нулю Здесь у нас Соответственно На C Counter Плюс Плюс Кстати Здесь можно Не писать Можно писать Вот так Вот Потому что Мы напишем Вот здесь Это For И равняется C Counter C Равняется Нулю Пока C Counter Меньше Меньше Ну скажем 3 Вот А иначе И тогда Надо здесь Написать Еще Вот так Вот И написать Print Как-то Вот так Вот Чтобы Мы Видели Что У нас Закончилась Работа Нашего Ча Так И теперь Мы должны В чайлзе Вот здесь Вот Зарегистрировать Этот самый Counter NewHandler Каким Манером Мы его Зарегистрируем Мы его Зарегистрируем Вот так Вот Допустим Допустим Сигхаб Мы его Да Так Что получается В идеале Не факт Что у меня Все получится Но в идеале Я в чайлзе Зарегистрировал Хандер Который Должен Срабатывать Каждый раз Когда мы Посылаем ему Сигнал Сигхаб Вот И После того Как я ему Раза 3 Его пошлю 0,1,2,3 Ча Давайте Вот так Сделаем Чтобы было Виднее После того Как я ему Раза 3 Пошлю Он Увеличит этот Counter На нужное Количество Раз И В какой-то Момент Скажет Что Counter Стал Равен Трем Значит Четыре Раза И Пора Выходить Давайте Попробуем Во-первых Скомпилироваться Это Все равно Скомпилироваться Ничего Не Сказало Даже Так Ничего Не Сказало Подозрительно Если Ваша Программа Компилируется Без Ошибок Значит Ошибка В алгоритме Как известно Ну Ладно Возможно Это Неприменимо К таким Коротким Программам Значит Чан CC Чан Д Точка Си Минус О Чан Д Чан Чан Не здесь Чан Да что ж такое Так Предположительно Мы должны Несколько раз Постучаться В наш Чайлд Кил Минус Хаб Вот эту Штуку Шмяк 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 Та-дам Значит Собственно Говоря После Третьего Стука После Третьего Получения Сигнала Сиг Хаб Наш Чайлд Заинкрементировал Количество Вот этих Самых Ну Давайте Посмотрим Да Вот здесь Заинкрементировал Количество Полученных Сигналов Вот И Закончил Свой Цикл Сказал Я Я Все Я Все Всем Пока Вот Да Значит Мы Даже Можем Здесь Сказать Ради Интереса Exit Вот Раз Два Три Я Надеюсь Что Все Будет Хорошо Два Пять Шесть Пять Та-дам Да Значит Exit Status Который Мы Передаем Который Мы Передаем Нашему Нашему Чайлу Вот Он Тут Отлично Расшифровался Вот Отлично Расшифровался Вот в этом месте Собственно Все Вот Жалко Что у нас Нету Нормального Способа Початиться Но мы Можем Кстати Я могу Запустить Обратно Запустить Обратно Эту самую Телеграммку И в ней Початиться Но в принципе Если есть Какие-то вопросы Задавайте Где у нас Тут Наша Вот Оно Вот Есть какие-то Вопросы Задавайте Но Мне кажется Что Ну Вот Я Жду Окей Если вопросов Нету То у нас На сегодня Все Значит Домашнее задание По лекциям И семинарам Потому что Семинар был Не очень удачный Будет На основании Того Что есть в лекции То есть Будут задачи Как раз На управление Чартами Такие Непростые Но и несложные А нормальные Вот Собственно Все Продолжение следует